Особое мнение на 101FM Это история с гибелью людей на воде Мы все видели жаркие недели Это, наверное, каждый год происходит Большое количество трагических случаев В том числе дети гибнут на воде Молодежь, люди, которые пытались кого-то спасти, но не получилось На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Александра Соколов Глава муниципалитета дал, не знаю, такие просто очень строгие указания Следить за ситуацией И в случае, если вдруг будет повторение То будете отвечать лично, что называется Мы разбирали эту тему у нас в развороте И, честно говоря, по итогам этой программы Я не очень понимаю, как главы муниципалитетов Могут обеспечить полностью безопасность Потому что количество официально согласованных пляжей у нас в регионе Даже меньше, чем количество районов При этом мы видим по новостям, что гибнут чаще всего на необорудованных территориях Вот как вам кажется, надо спрашивать все-таки с местных властей за подобные вещи или нет? А если да, то, может быть, им как-то помогать надо финансово С точки зрения обеспечения ресурсов каких-то Давайте сразу уточним, что Александр Валентинович сказал Не лично ответственность за факт ЧП, за гибель, собственно А за неисполнение обязанностей главы В том числе по оборудованию мест купания Если у человека есть выбор оборудования мест купания И он пошел на необорудованное, неприспособленное Это одна ситуация Если у человека такого выбора нет И власть не сделала ничего для того, чтобы этот выбор был То есть за что спросить При этом мы все понимаем, что муниципалитеты занимаются этим по остаточному принципу У них есть приоритетные темы У них практически у всех есть проблемы с бюджетом И, конечно, любой глава между оборудованием мест купания На две недели в году, да? Да, две недели в году с учетом нашего лета Конечно, он будет выбирать другие более приоритетные проблемы В том числе социальные на первое место Поэтому здесь, конечно, должна на помощь приходить региональная область В том числе помощь из бюджета При необходимости, может быть, обращаться и за федеральной помощью Наверное, это должна появиться какая-то программа То есть с чего должно все начинаться Инвентаризация Вы правильно сказали, что мест для купания у нас в разы меньше Наверное, надо понять, а сколько их А сколько примерно должно быть требований А какие существуют требования Что считать оборудованным местом Но это не значит, что нет денег, ничего не будем делать Такой подход тоже не должен быть ни в одном муниципалитете Как минимум информационная компания заранее до купального сезона Как минимум предупредительные таблички Как минимум благоустройство берега Ну вот ваш коллега Владимир Костин у нас в эфире как раз говорил Что учитывая непростое финансовое положение муниципалитетов Скорее всего решать эту проблему будут как раз при помощи табличек купаться запрещено Но когда и кого они останавливали эти таблички Если жарко, например, мы понимаем, что все равно люди в воду полезут При этом с другой стороны понятно, что любой руководитель любого поселения Либо города, либо поселка Он понимает, где у него в жаркие дни большое количество отдыхающих собирается Где дети купаются Ну то есть вот эти популярные места отдыха знает, наверное, каждый А если не говорить про деньги, то есть какие-то ресурсные возможности, скажем так, в муниципалитетах Обеспечить там присмотр какой-то за этим местом Выставить кого-то Я помню, у нас Александр Соколов в начале сезона, когда вот только первые трагические случаи пошли Он тогда говорил, что выводите всех на улицу, кто там у вас сейчас не работает или не сильно занят Пусть они дежурят там Я, наверное, не соглашусь с Владимиром Александровичем, что таблички совсем не будут работать Если исходить из этой логики, то можно и знаки дорожные отменить, кто когда на них смотрел Руководствоваться точно такой же логикой Если табличка есть, если она постоянно попадает на глаза, то как минимум детей она остановит Думаете? Думаю, что да Мне кажется, как раз взрослых она остановит, а детей-то вряд ли Если с этими детьми постоянно проводилась работа родителями, проводилась работа школой То все-таки у нас дети в общей своей массе, они прислушиваются к тому, что им говорят взрослые И детей, которые совсем на все запреты, как-то мягко выразиться, относятся на приватески Наверное, таких детей у нас нету Кого-то и взрослых тоже остановит Но вот среди взрослых, наверное, найдутся те, которые они обратят внимание на табличку и сделают по-своему Полагаю, что так А есть, если мы говорим о возможности, какие-то финансовые, например, в бюджете Либо, может быть, внебюджетные какие-то средства Обеспечить вот эти официальные места, создать новые там, где их нет Может быть, при помощи каких-то программ Вот у нас есть программа, да, в городе мы видим и в районах это тоже работает Создание комфортной городской среды И я не знаю, есть ли там возможность создания вот такой зоны отдыха, например Но было бы, наверное, здорово, если бы была возможность и вот это вот тоже предусмотреть Хотя точно вы правильно сказали, да, насчет того, что есть более первоочередные проблемы Которые людей заботят круглый год, а не только там две недели жары, что называется Я не слышала о программе, которая бы отдельно говорила о благоустройстве мест купания Ни на муниципальном, ни на других уровнях Уже говорили сегодня чуть ранее, что, на мой взгляд, такая программа все-таки должна быть разработана и появиться совместно У нас именно в регионе, да? А может и в федерации? Может быть и в федерации Я не думаю, что проблема гибели людей на воде, это проблема только Кировской области отнюдь, скорее всего Я думаю, что такая программа должна появиться На сегодняшний день, полагаю, что эти ряд вопросов можно было бы решать не только бюджетом Но и, например, какими-то проектными, грантовыми Почему бы нет? У нас благоустройство окружающей среды, комфортной среды, оно ведь идет зачастую за счет средств грантов В том числе вы задавали вопрос дежурства Может быть, какие-то волонтеры, какие-то отряды создавать по местам купания именно в жаркое время Почему бы нет? То есть это все при желании можно сделать? Я думаю, что тот, кто хочет сделать, всегда ищет возможности Но это, наверное, не от муниципалитета должно исходить? Или от них как раз? Это проблема общая Нельзя все переложить на плечи муниципалитета Но, наверное, инициатива должна исходить от них, потому что они знают эти места Они знают, как вы уже сегодня говорили, где у них чаще всего жители ходят Это не видно из кабинета ЗАГСобрания или правительства Это видно как раз там, на месте Ну, вот мне кажется, что проблема эта сейчас будет довольно остро стоять Учитывая, что у нас пока не очень понятно вообще, что будет с зарубежным отдыхом За последние 10-15 лет привыкли россияне, что можно куда-то уехать Сейчас с этим определенные проблемы есть И, наверное, многие будут выбирать отдых, в том числе в родном регионе, что называется Я думаю, что эту проблему, если продолжать развивать, то ведь можно еще и с другой стороны на нее смотреть Почему гибнут дети и подростки? Потому что они не заняты ничем Если бы у них был организованный отдых, они бы не пошли в эти неустановленные места купания Они бы купались либо в отряде под присмотром вожатых Либо бы они с родителями в какой-то там, я не знаю, совместные семейные лагеря, семейные дома отдыха были Проблема организации отдыха летнего К этому надо более внимательно, да, относиться? Да Понятно, ну, я не знаю, тут вот что скажешь? Давайте деньги, давайте деньги законодательное собрание И, наверное, на местах тогда начнутся какие-то движения такие в положительную сторону Ладно, как раз переходим к поправкам в бюджет Социальные поправки, так называемые На прошлой неделе довольно много их было Обсуждали вы в том числе и ремонт социальных учреждений, повышение заработных плат Работникам бюджетной сферы и служебное жилье Вот на ваш взгляд, что из этих вопросов самые важные? Из того, что у вас было в повестке? Социальные вопросы все важны Я не могу сказать самые или не самые, или менее важные Они важны все, каждая по-своему, каждая в своей нише Если мы говорим о выделении средств на ремонт и учреждения социальных Разве это может быть не важно или менее важно? Другое дело, что что-то давно не выделялось и выделили очень неплохие суммы Суммы там, где готова проектная смертная документация Где есть понимание, что на эту сумму будет сделано И минимизированы риски, что не будет сделано или не освоено Ну давайте на конкретных примерах, если можно Да, конечно, можно Первое, что хочу подчеркнуть Средства выделялись не на одну какую-то отрасль Вот все мы слышим о капитальных ремонтах школ И многие наши жители, читатели, слушатели говорят Ну вот опять на школы выделяют То есть первое, что хочу подчеркнуть В данном случае средства выделяются на ремонт Как образовательных учреждений среднего образования Так и на ремонт дошкольных учреждений На ремонт учреждений здравоохранения социальных Есть несколько объектов, подчиненных Министерству спорта И есть объекты культурные Например, ремонт колледжа культуры То есть здесь охвачены абсолютно все социальные сферы А второй момент важный для меня Здесь приоритет поставленные Предписания надзорных органов То есть средства выделены учреждением На устранение предписаний по антитеррору По пожарной безопасности И это действительно важно Всегда средств не хватает Всегда есть потребность в ремонте Но на первое место мы должны все-таки ставить безопасность Поэтому я думаю, что приоритет Выбранные предписания Это правильно сделать Также у нас здесь нет Некой уравниловки, чтобы всем раздать Там по миллиону, по два или по три Здесь действительно выделены средства На конкретные виды работ и сметы Есть садики, которым выделены миллионы более Есть садики, у которых 300 тысяч Например, на конкретные окна аварийные Это тоже правильный подход В условиях небольшого бюджета В учреждениях здравоохранения Что будет делаться? То есть это именно ремонты? Да, мы говорим сейчас о средствах Выделенных на ремонты учреждений Социальной сферы Мы об этом пункте изменений по праву говорим Ну и учреждения здравоохранения Если привести примеры Это городская больница номер 7 Это городская больница номер 2 Это в Кирове? Да, это Киров Из районов это Амутнинская, Центральная, Уржумская Центральная больница То есть мы, как видим Мы не забываем и не допускаем перекосов Только город или только районы И там какие виды работ? Там тоже что-то по предписаниям? Вы говорите, что... Если говорить о 7 больнице То это ремонт стационара Если о 2 больнице То это ремонт 1 поликлиники Самой крупной Если по Амутнинску То это оборудование системы видеонаблюдения По Уржуму Это пожарная сигнализация Ну, то есть у каждого учреждения Потребность своя И средства выделены на целевые На ту или иную потребность То есть это не значит, что учреждение Там совсем не может работать Да, но условия, в которых вынуждены работать врачи Они там не соответствуют условиям Либо не соответствуют Либо они недостаточно безопасны Либо они недостаточно комфортны Еще одна медицинская Там, не знаю, социальная тема Это повышение заработных плат Работникам бюджетной сферы Кого это коснется? Это как это выборочно будет происходить? Или это будет, что называется, всем поровну, как вы сказали? Это точно не медицинская тема Это тема всей социальной сферы Мы вспомним об указе президента И так называемых указных категориях Это в медицине врачи, средний медперсонал, младший персонал Если это образование, то это педагоги То есть об этих указных категориях мы говорим Мы помним о том, что есть привязка к средней зарплате в экономике по региону И целевых показателях 100-200% от средней зарплаты по региону Поправки, которые были приняты в бюджет Направляют денежные средства в эти сферы На то, чтобы учреждения выполнили Целевые показатели Вот эти указы Основная масса средств, сразу скажу, что это педагогические работники Но там есть часть здравоохранения Есть социальная сфера, социальные работники Есть некоторые работники культуры То есть это все социальные сферы Еще одна важная социальная норма или способ поддержки Это история с предоставлением служебного жилья У нас достаточно громкий был Я не знаю, слово скандал, наверное, не очень подходит Но достаточно громкая была история Когда выяснилось, что вот то служебное жилье Которое когда-то занимали у нас в Кирове, например, сотрудники театров Еще каких-то бюджетных учреждений Что оно в какой-то момент было выкуплено на торгах Крика, по-моему, да? Долги Крика были выкуплены И люди рисковали вообще там чуть ли не на улице оказаться И у нас были тоже звонки в студию Вот это вот продолжение этой истории Или это что-то новое, какая-то новая программа? Нет, это не продолжение этой истории Это новая программа Она вносит право приватизировать служебное жилье До сих пор такого права у нас не было ни у кого Будь это работник образования или здравоохранения Если он в районе проживал в служебном жилье То оно предоставлялось ровно на период его деятельности То есть приватизировать его То есть уезжаешь, оставляешь квартиру, получается, да? Да, приватизировать его не было возможности Сейчас впервые такая возможность в законе появилась Естественно, при ряде условий и критериях То есть не всем подряд А кто может претендовать? Ну, вы уже сказали про 10 лет То есть человек должен отработать, как я понимаю, да? Какой-то определенный период времени И прожить в этом жилье, чтобы претендовать на то, чтобы оформить его в собственность Это два из условий, которые вы назвали Проработать 10 лет в данном учреждении И 10 лет проживать в этом жилом помещении Есть еще условия, чтобы у работника социальной сферы, пользующегося служебным жильем И у членов семьи, которые с ним проживают, не было в собственности жилья другого Или жилья на условиях социального найма И четвертое условие Это если данный работник никогда не пользовался правом на бесплатную приватизацию Мы помним о том, что такое право есть у каждого гражданина Раз в жизни воспользоваться бесплатной приватизацией То есть условно, если когда-то он приватизировал квартиру, потом продал ее, а теперь живет в служебном жилье То он уже не сможет воспользоваться второй раз, да, получается? Совершенно верно Он уже не сможет приватизировать данное служебное жилье по данному закону Известно ли, какое примерно количество, какого количества людей касается вот эта вот норма? Или пока еще только будут, ну, что называется, заявительный порядок Будут смотреть, сколько будет заявляться? Это будет точно заявительный порядок Цифры называла докладчик около 200 сейчас служебных квартир Но мы же все понимаем, что далеко не все из этих двух слов будут претендовать на приватизацию Далеко не все 10 лет там живут И далеко не все будут соответствовать критериям Поэтому, да, заявительный характер А вот это вот служебное жилье, которое люди будут приватизировать, это какое жилье? То есть это какие-то новые квартиры, которые им выделялись? Или это какие-то квартиры, которые выделяются? Ну, вот со врачами, например, да, помните? Эта программа у нас, Земский доктор, по-моему, она называется, да? Когда едет молодой специалист куда-то в район И там ему часто предоставляется какое-то место для проживания Я там только, честно говоря, не знаю Это вот на условиях социального найма предоставляется Пустое какое-то муниципальное там помещение, да? Либо это просто больница снимает и оплачивает ему это жилье Нет, здесь речь идет о муниципальном жилье Которое передано в оперативное управление учреждению, например, здравоохранения И туда заселяют не всегда молодых специалистов Это может быть и не молодой специалист Это просто востребованный в данной больнице специалист Приехавший на работу в данный район и не имеющий там своего жилья Служебная квартира в случае ее имеющейся заселяется туда, проживает там И вот теперь по закону может воспользоваться правом приватизации Это касается, да, Ирина Геннадьевна, только районов области или Кирова тоже? Это всех касается Просто вот я не знаю, как в районах, а в Кирове это ведь не дешевое жилье То есть я вообще, честно говоря, не знаю, в Кирове сотрудники учреждения здравоохранения Пользуются вообще вот этой вот нормой социальный найм? Есть у них возможность? Да, у нас есть несколько служебных квартир И у некоторых больниц такая возможность предоставлялась Если я сейчас не путаю район Красного Якоря, вот там было несколько квартир Да, в Кирове тоже есть служебное жилье А в целом, что у нас сейчас вообще с привлечением, так скажем, людей в здравоохранение Молодых специалистов и специалистов с опытом, как вы говорите, да Которые приезжают, занимают вакантные какие-то места, да Острая потребность, например, в специалисте И с предоставлением служебного жилья в районах области, например Потому что, видите, мы же понимаем, что там не строится ничего очень долгое время Да, никаких особо целевых программ не было По строительству жилья для бюджетников Есть проблемы с тем, чтобы обеспечить жильем специалисты, которые приезжают? Конечно, они есть Никто не говорил, что у нас жилья везде достаточно Приезжайте, мы вам везде предоставим Тем более новое, благоустроенное и так далее Конечно, этого у нас нет В то же время депутатов очень интересовал вопрос А каким образом будет пополняться фонд служебного жилья Если мы сейчас разрешим всем выкупить Приватизировать, да Докладчик заверил депутатов, что работа в этом направлении ведется Привел пример цифр, что было 100 квартир На сегодняшний день уже 200 квартир То есть вот такой порядок роста жилья Что говорит об эффективности работы в этом направлении У нас есть случаи в Ядске Поляна, например Предприятие градообразующее, которое купило квартиры И передало их здравоохранению в качестве служебного жилья И такой способ пополнения фонда служебного существует Думаю, что это общая задача и цель Жилье это очень часто решающий момент для принятия решения о переезде То есть молодой специалист, который понимает, например, что у него вот сейчас семья зарождается И если, например, ему предлагают какие-то условия в районе области более выигрышные, скажем так, чем в Кирове То он может уехать туда При прочих равных условиях, если в одном месте ему дают жилье, а в другом нет То, конечно, он сделает выбор в пользу жилья А у нас программа вообще продолжает вот эти действия, поддержки молодых специалистов, которые переезжают в районную область? Земский доктор, земский фельдшер продолжает свое действие Более того, они были в этом году увеличены То есть, по-моему, у врачей был миллион, стало два вот цифры Совсем недавно изменения эти были Понятно, то есть есть все-таки надежда? Они продолжаются, и жилье, мы же понимаем, это не единственный стимул, не единственный критерий для того, чтобы привлекать молодых специалистов Это и выплаты, и создание инфраструктуры, и возможность образования Очень часто институт наставничества влияет на решение молодого специалиста А что вы имеете в виду? То есть человек просто по приглашению какого-то уважаемого врача приезжает куда-то? Мы говорим о том, что при прибытии на новое место работы за молодым специалистом закрепляется наставник, который с ним работает полгода, год или можно больше, приказом главного врача Это индивидуально подбирается Конечно, если совершенно на пустое место приезжает молодой специалист, и он знает, что у него некого спросить, никто рядом ему поддержку не окажет Конечно, это может повлиять на его решение Или выбор в больницу, где у него будет наставник, он знает, что он... Его не бросят Да, его не бросят, круглосуточно он может спросить, ну, либо находясь на приеме, он может посоветоваться с более опытными коллегами Вот такой институт наставничества тоже играет очень большую роль А эта программа, не знаю, можно ли назвать это программой, но вот этот институт, он сейчас насколько активно развивается у нас в регионе? Он развивается активно последние несколько лет, тут большую роль играла ассоциация медицинских работников, которая пропагандировала эту идею, разрабатывала методические рекомендации, проекты приказов по институту наставничества, проекты плана работы Ну, то есть мы столкнулись, например, в своей больнице в свое время, когда вызвали опытных врачей и сказали о том, что вот давайте возвращать наставничество Это ведь хорошо забытая идея, она когда-то была И столкнулись с тем, что опытные врачи говорят, а как мы должны работать, а что мы должны делать, а что вообще входит в обязанности наставника? Не все готовы сразу, мне кажется, взять на себя такую нагрузку, да, потому что все-таки не понимая, что вот человек приедет, будет все время с вопросами за тобой хвостиком ходить, а тебе работать надо Да, поэтому востребованными оказались методические наработки, план наставника А откуда они взялись? Ассоциация медработников, совместная, да, профессиональное медицинское сообщество То есть это тоже является таким фактором, который, ну, скажем так, способствует привлечению Способствует привлечению и влияет на решение кадровых вопросов А насколько сейчас вообще с кадрами в здравоохранении, если мы не про Киров говорим, да и даже, мне кажется, и про Киров тоже, насколько сейчас ситуация благополучна, либо неблагополучна? Я думаю, что здесь надо каждую больницу отдельно, каждый муниципалитет отдельно Где-то есть дефицит 10%, а где-то и 50%, где-то есть 100% укомплектованность первичного звена участкового и при этом 30% по узким специалистам То есть здесь нет какого-то усредненного показателя универсального, да То есть везде по-разному Я просто вспоминаю ситуацию, когда только-только начинался ковид, да, и мы же видели, что вот создавались госпитали, например, в Москве И Москва довольно активно приглашала приезжать к себе, обещала, ну, в том числе какие-то социальные там, да, условия гарантии И выполняла И выполняла их, да, и зарплаты, конечно, там были достаточно высокие И я так понимаю, что вот эта вот история, ну, в некотором смысле высосала, что ли, да, специалистов Москва там к себе переманила кого-то? Возвращаются ли эти люди потом? В общем, миграция в крупные центры, она была, есть и будет При ковиде, может быть, ярче выразилось, но и между ковидов она никуда не девалась Для регионов характерный отток в крупные центры рядом, то есть от нас, например, в Нижний Новгород могут уехать Мы общались с коллегами из Тулы, они говорят, у них Москва все забрала То есть то, что недалеко от Москвы, ближние и дальние под Москвы, да Там вообще, мне кажется, очень сложно кого-то сохранить, удержать То есть вот такая миграция, она была, есть и будет Тем более, что современные молодые люди, они ведь отличаются более таким свободным широким мышлением Они не привязаны к одному месту жительства и месту работы У них нет цели проработать на одном месте 40 лет У них есть цель попробовать себя в разных областях, в разных учреждениях Может быть, поменять специальность Они более свободны в этом выборе Более мобильные, да, получается? Более мобильные, да И вот тут история, кстати, со служебным жильем тоже такая двоякая Потому что, с одной стороны, для людей, кому там, ну вот 35-40, у кого уже есть семья и дети Для них, наверное, это важный вопрос А для молодежи, мне кажется, история с возможностью взять льготную ипотеку Это больше якорь даже, чем какой-то стимул для работы Все люди разные У каждого из нас свои желания, свои стремления, цели Я думаю, что задача законодателей и исполнительной власти Все-таки предусмотреть возможность выбора для разных категорий населения Для разных возрастных групп И при принятии решения не считать, что депутаты правительства всегда правы Надо учитывать мнение людей, мнение большинства Иногда и меньшинства Для того, чтобы та или иная программа тот или иной закон действительно заработал Ну давайте к пациентам, к поддержке От поддержки врачей к поддержке пациентам Я так понимаю, что вот это вот достаточно наболевшая была история Которая во время последней сессии была там оформлена законодательно Это помощь семьям с детьми с диагнозом диабет Сахарный диабет первого типа Я хотела у вас спросить Эта программа, она навсегда что называется? Или это такая разовая история? То есть на какой-то определенный период времени вводится И семьи, я так понимаю, будут получать оборудование, приборчик какой-то Который замеряет уровень глюкозы в крови И расходники к этому приборчику Есть ли какие-то там ограничения? Сейчас говорим об изменениях в закон об охране здоровья граждан в Кировской области А именно в статью, регламентирующую так называемую региональную льготу Когда пациенты обеспечиваются за счет средств бюджета областного Теми или иными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения Сейчас мы с вами говорим об изделиях медицинского назначения Это устройство для системы непрерывного мониторинга глюкозы И расходных материалов, сенсоров к ним На сегодняшний день мы получили закон Который действительно играет большую роль в жизни этих семей Он действительно является ощутимой мерой поддержки этих семей И это закон, который идет в ногу с развитием медицинской науки Сахарный диабет первого типа тяжелое заболевание От того, как мы наблюдаем этих детей, как мы компенсируем этот диабет Как мы их обучаем жить с диабетом Зависит от того, как будет или не будет прогрессировать это хроническое заболевание в дальнейшем Как ребенок сможет адаптироваться к нему и жить с ним То есть ведь сахарный диабет это и болезнь, и образ жизни Мы должны не только лечить этого ребенка, но и научить его жить с этим заболеванием Для того, чтобы он в дальнейшем мог выбрать образование и профессию Сочетаемую с его болезнью Для того, чтобы он мог создать семью, стать полноценным родителем То есть это очень большая комплексная проблема сахарный диабет И медицинская наука все время развивается И развивается она не только по пути изобретения новых препаратов для лечения, компенсации, состояний Но и для контроля Мы должны социализировать этого ребенка Поэтому всегда нужны совершенные средства контроля, которые бы не мешали качеству его жизни Данное средство непрерывно Вот эти приборчики, да, как они выглядят? Что это такое? Это коробочка какая-то небольшая? Или на запястье что-то? Нет, она идет на плечо И данный прибор, он обязательно ассоциирован с программным обеспечением Которое устанавливается на мобильный носитель, на сотовый телефон, как правило, родителей И 24 на 7 идет показание сахара в крови Соответственно, родитель может увидеть катастрофу Родитель может увидеть приближение к этой катастрофе Катастрофа это такой термин медицинский Катастрофа не медицинский термин Нет, нет В случае под катастрофой я подразумеваю резкое падение сахара Либо рост И, соответственно, мы должны предупредить ребенка Либо съесть яблочко, кусочек черного хлеба Что-то съесть Предотвратить падение Либо, если это высокий сахар, то сделать короткий инсулин То есть реагировать на эти высокие цифры сахара Данная система, она помогает не только увидеть саму катастрофу Но ее спрогнозировать, по-моему, за 60 минут по показателям Это очень удобно Ребенок находится в школе на дополнительных занятиях Мама или папа его дистанционно контролирует Более старшие дети, они уже сами могут по этой системе себя контролировать И вот про деньги, которые позволит этот законопроект всем им сэкономить Мы поговорим после небольшого перерыва Возвращаемся в эфир Сегодня это особое мнение Ирины Морозовой Заместителя председателя законодательного собрания Кировской области Члены комитета по социальным вопросам Мы последнюю сессию разбираем в части принятия решений Как раз социально важных Остановились перед рекламой на помощи семьям с детьми С диагнозом сахарный диабет первого типа Вот это принятие документа, который позволит обеспечивать семьи С такими детьми специальными контролирующими приборами Расходниками к ним Вы говорите, это экономит бюджет этой семьи А насколько это значимая история То есть это 2 тысячи, 3, 10 Дорогие эти приборы вообще контролирующие? Сам прибор, по-моему, порядка 45 тысяч стоит Средняя цена Надо понимать, еще приборы разные Есть до 4 лет детям одни приборы С 4 лет уже другие используются Конечно, есть программы Когда этот прибор ставился бесплатно Производители их проводили Фонды пациентские их проводили Но не всем 100% бесплатно И потом мы же не можем быть уверены Повезет тебе в программу попасть, не повезет То есть первая статья расходов Это собственная установка прибора И вторая статья Она наиболее масштабная, массовая Это расходники То есть прибор один раз покупается Расходники надо покупать постоянно Да Они идут к одним приборам Один сенсор на неделю То есть 5 в месяц надо К другим приборам раз в 2 недели То есть 2 примерно на месяц И это тоже в деньги какие-то выливается Значительные, да? Да, да Это выливается тоже в круглую сумму для семьи Как долго будет действовать эта программа? То есть она принята на год Или это вот бессрочные теперь истории Всегда так будет? Сам закон принят бессрочно Пока действует закон Поправки в бюджет приняты На оставшуюся часть текущего года На плановый период Там 23-24 годов И в дальнейшем, если закон продолжит действовать Соответственно, он в бюджете будет подкрепляться средствами Что может поменяться? Могут, например, изменения произойти на федеральном уровне И если на сегодняшний день Данные средства непрерывного мониторинга Не входят в мета-изделия Которые обеспечиваются за счет федеральной льготы Значит будет действовать региональный закон Изменится законодательство Введут федеральную Возможно, из нашего закона Можно будет исключить И предусмотреть какие-то другие виды поддержки А есть еще какая-то группа пациентов Хронических пациентов Которые нуждаются в подобной помощи Я так понимаю, прежде всего мы про детей говорим Есть кто-то, кому нужна помощь еще? В каком направлении? Не совсем поняла вопрос Если говорить про средства непрерывного мониторинга глюкозы То получается этот закон обеспечивает полностью всех детей С этим заболеванием Это сахарный диабет А есть дети, которым тоже нужна постоянная системная поддержка То есть не раз купить какой-то прибор Либо оборудование какое-то для дома Или для реабилитации А вот так, чтобы постоянно нужна была Финансовые вливания какие-то от семьи Безусловно, с развитием медицинской науки Эти потребности могут появиться И при других заболеваниях При диагнозе Если посмотреть закон об охране здоровья граждан Он ведь менялся неоднократно Во-первых, расширялся перечень заболеваний Которые имеют право на региональную поддержку Во-вторых, в перечне лекарственных препаратов Либо средств медсделий Тоже вносились изменения в ногу со временем Да нет, я просто про то, что может быть Выбор был сделан в пользу, например, детей с диабетом первого типа Потому что их много, например, да? Нет, здесь не совсем такой подход Или было большое количество жалоб с той стороны Тоже не совсем верный подход То есть на сегодняшний день у законодателей И у правительства не было выбора Из каких-то категорий выбрать именно вот эту категорию Нет, здесь чуть-чуть другой подход Изменились клинические рекомендации Изменился стандарт помощи детям с сахарным диабетом первого типа С 2021 года они поменялись И когда вот эти средства непрерывного мониторинга глюкозы Появились в стандарте в клинических рекомендациях Понятно Но при этом федеральный законодатель не изменил перечень Обеспечиваемый за счет средств федерального бюджета У регионов появился вопрос Обеспечивать за свой счет или не обеспечивать И многие регионы пошли по пути Пока принятие решения подождать федералов И не обеспечивать за свой счет Вот я смотрела статистику на форумах пациентов На форумах эндокринологов На конец 2021 года у нас 9 регионов приняли решение И на начало 2022 года еще 4 региона объявили о том Что они с 22 начинают обеспечение Из 85 Так что я думаю, что Кировская область Как видите В лидерах получается В лидерах получается Да, принятие такого решения Конечно, у нас есть вопрос еще по взрослым пациентам Страдающим сахарным диабетом У нас ведь дети Через месяц им исполнится 18 И все, они под этот закон уже не подпадут Поэтому здесь нужно смотреть Во-первых, клинические рекомендации Во-вторых, показания Если у детей у всех это средство необходимо То у взрослых диабетиков уже не у 100% идет И тоже вопрос Кто из законодателей как обеспечит Или это все-таки федеральные будут изменения Или вновь необходимо будет рассмотреть на региональном уровне То есть это вот следующий вопрос Это уже про взрослых Да, это уже про взрослых с данным заболеванием Переход из детей ко взрослым Это история с выпускниками детских домов Которые тоже рассматривали И опять же тут про жилье идет речь Я насколько понимаю Сейчас у тех ребят Которые выпускаются из детского дома И по каким-то причинам В 18 лет не получили жилье Причины разные, так понимаю В 20-е годы появляется возможность Получить некий жилищный сертификат Не знаю, как этот документ будет называться С определенной суммой денег Которые они могут использовать Для уже покупки жилья самостоятельно Вот с одной стороны вроде хорошая инициатива Действительно логично То, что говорил в том числе Александр Соколов Что в 23 года человек уже взрослый Он бывает работает У него уже бывает и семья даже есть И ему эти 26 метров жилья Которые выделяются в... В соответствии с законом Обе обеспечения Ему они уже не нужны А надо еще понимать, что там есть же 5 лет Вот этого периода, да Люфт такой, да Когда он не может продать Выделенное ему жилье Выпускник детского дома Да, оно остается на условиях Социального найма в 5 лет Вот на ваш взгляд Это полезное нововведение Или не совсем? На мой взгляд Это 100% полезно Я полностью, как говорится Обеими руками за это нововведение Почему? Потому что у нас на сегодняшний день Существует очередь из детей-сирот Или детей, оставшихся без попечения родителей И имеющих право в соответствии с законодательством На обеспечение жильем Кстати, Кировская область здесь одна из лучших То есть у нас... У нас не длинная эта очередь Даже, наверное, не так правильнее сказать У нас во многих регионах Эта очередь Она нескончаемая И если посмотреть средства Которые регион планирует выделить на обеспечение То получается, что все, кто в этой очереди находится Получат квартиры через 5-10, а даже 15 лет Есть такие регионы То есть в Кировской области очередь существует Но она, как правило, из объективных сложившихся причин То есть это либо только что возникшее право у детей-сирот Либо это дети-сироты, которые пока не заявляют об этом праве В связи с тем, что они, например, находятся в местах лишения свободы Такие тоже есть Да, они ведь в очереди-то остаются Но они не... Не могут заявиться Не могут заявиться То есть они условно не обеспеченные получаются У нас есть ряд ребят, которые учатся в образовательных организациях В других регионах И им это жилье в нашем регионе сейчас не нужно Они тоже не заявляют свое право И не получают эту квартиру Даже у нас были такие случаи Когда муниципалитет ищет этого ребенка-сироту Чтобы ему предоставить жилье А ребенок или его опекун не получает ключи Потому что говорят, мы же пока учимся Нам оно зачем? Нам же надо будет платить коммуналку за него А нам это пока не надо Вот определенная группа необеспеченных Складывается по этой причине А так у нас строится жилье и дети получают его Строится или покупается У нас есть муниципалитеты, где покупается жилье Ну вот смотрите, с сертификатами я говорю С одной стороны вроде все хорошо С другой стороны эксперты опасаются нескольких вещей Во-первых, жилье, которое выдается на условиях социального найма Это все-таки жилье, строительство которого Либо покупку которого государство контролирует И качество его, и расположение А тут получается, что человек в 23 года Который может быть еще не совсем самостоятельный Даже дети из семьи, которые вышли в 23 года Не всегда могут самостоятельно принимать 100% верные решения А тут все-таки за ребенком присматривали Он может выбрать себе что-то не то Он может как-то, я не знаю, ошибиться Его могут обмануть, рассказать ему одно Он купит, окажется, что это другое Кто-то эту сделку будет как-то контролировать Не будет как-то контролировать, непонятно На самом деле закон достаточно понятен Первое, деньги не будут выдаваться ребенку-сироте Деньги будут перечисляться безналичным путем На счет продавца Договор будет заключаться трехсторонний Поэтому контролироваться будет и качество жилья Которое желает приобрести сирота И сам договор будет уполномоченным органом контролироваться И, соответственно, расчеты по этому договору Тоже будут контролироваться То есть я думаю, что в этой части опасений Что кто-то станет бомжом Потому что мошенническая схема Я думаю, что здесь... Что как-то будут предлагать сироте выкупить его сертификат За какие-то меньшие деньги, чем он стоит И все Здесь идет речь не о выкупе сертификата Здесь приобретается конкретное жилье И эту историю будет контролировать государство Да, совершенно верно Даже процесс покупки Совершенно верно Она полностью будет контролироваться государством У нас в законе также предусмотрен ряд моментов Когда сертификат не может быть предоставлен И это тоже учитывается То есть не каждый ребенок-сирота в 23 года Если он еще не получал жилье Может на этот сертификат претендовать Не каждый Ограничения, я так понимаю, что больше со здоровьем связаны, да? Например, с... Часть ограничений связана со здоровьем Часть ограничений связана с тем, что данный ребенок-сирота Не достаточно социализирован Например, он должен иметь доход стабильный за последние 12 месяцев То есть мы говорим о вполне созревших личностях Которые уже нашли работу Которые имеют стабильный доход И могут, например, в дополнение к этому сертификату взять ипотеку Действительно улучшить свои жилищные условия И нести за это вполне такую уверенную взрослую уже ответственность И еще один вопрос, который эксперты тоже задают Это история с тем, каким образом будет рассчитываться стоимость квадратного метра Для этого сертификата Потому что мы понимаем, что есть определенные, наверное, показатели Нормативные И при этом мы понимаем, что ситуация на рынке, например, в Кирове, она меняется И цена может отличаться Здесь порядок тоже регламентирован законом Мы знаем о том, что государство, законодательство гарантирует 26 квадратных метров на ребенка-сироту То есть по этому принципу им сейчас приобретается жилье Либо строится, исходя из этих нормативов Для расчета сертификата берутся те же 26 квадратных метров И умножаются на стоимость квадратного метра, установленную для данного муниципалитета Она соответствует рыночной вообще? Она пересматривается, как минимум, правительством Она учитывает среднюю стоимость жилья в том или ином муниципалитете Для города Кирова правительство озвучило цифру 80 с небольшим Такую цифру называли Да, конечно, это не постоянная цифра, которая много лет никак не менялась Конечно, она меняется, она учитывает ситуацию на рынке Учитывает несостоявшиеся аукционы С этой стороны проблем быть не должно Я думаю, что нет У нас меньше минуты остается, Ирина Геннадьевна, на то, чтобы про коробку новорожденных поговорить Отличная идея, впервые появившаяся в Кировской области Да, поэтому скажите, вас удивило что-то Я так понимаю, что вы встречались с представителями женских организаций Да, вас удивило что-то, что они просили туда положить или нет? Нет, никаких неожиданностей во время этой встречи не было Когда я сама первый раз посмотрела перечень, что туда входит И мои опасения, вот мои галочки, мои черновики, которые я готовила к встрече Они полностью подтвердили женским сообществом Что убрать, что заменить, и какие размеры, и какие современные средства туда мамочкой захотели положить Когда окончательный список будет готов? Насколько я знаю, он уже готов в Министерстве здравоохранения Понятно, то есть уже все, уже закупки начались Операторами будут в Министерстве здравоохранения А выручать эту подарочную коробку вот прямо в роддоме? Да, если женщина родила в родильном отделении Ну, если она родила на дому, к сожалению, такие иногда случаи бывают То специалисты Министерства соцзащиты привезут Спасибо большое, Ирина Морозова, заместитель председателя законодательного собрания Кировской области Была сегодня в особом мнении, такой специализированной у нас немножко получилось, в особое мнение И до свидания До свидания, будьте здоровы Особое мнение на 101FM